Вы знаете, пока я сейчас красилась для видео, я послушала, наверное, песен 20 Сэма Смита подряд. И теперь у меня такое настроение, что просто хочется сжаться в позу эмбриона, обнять свою собаку и выплакать просто все свои глаза. Но при этом макияж я себе сделала такой, как будто я как минимум собираюсь посетить травести-шоу где-то в Лас-Вегасе. Вот так и живем. А вообще, зацените просто этот глиттер, это что-то просто невероятное. Если вам кажется, что там несколько оттенков, нет, это просто оно так дуахромит от ярко-медного до зеленого. И это просто что-то невероятно красивое. Я пока буду стервочкой, и я вам не расскажу, что это, потому что я сейчас как раз в процессе тестирования. Но дам вам несколько намеков. Первый, это очень-очень-очень-очень что-то бюджетное. И второе, я сейчас готовлю видео с находками из бюджетной категории, поэтому, если вы до сих пор не подписаны, обязательно это сейчас сделайте. Не ждите, впереди много интересного. Всем привет! Сегодня мы с вами будем копаться в моем мусоре. Но это очень хороший мусор, потому что я сейчас так откидываю взглядом это все, и понимаю, что здесь очень много чего классного. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это огромнейшее предательство 2019 года. С начала года у меня уже два таких косметических предательств, и об обоих я вам расскажу. Но первое, вот просто реально разбивает мне сердце. И это дезодорант от Native. У меня здесь вот такой вот, вот такой вот маленький, еще один у меня есть полузаконченный. И я сейчас заказала новый, тоже он в ванне стоит. Кто смотрел мои видео и с фаворитами года, и с фаворитами ухода, и видео о вреде и мифах относительно антипроспирантов, те знают, что самый мой любимый натуральный дезодорант был от Native. Почему был? Потому что они изменили формулу. И вот сейчас я сделала новый заказ, ко мне пришел новый дезодорант, и я его наношу, и смотрю, что он как-то немножко по-другому наносится, и он не работает. К сожалению, я вынуждена сказать, новая формула совершенно не такая хорошая, как старая. Я не знаю, остались ли у них на сайте дезодоранты в старой формуле, мне нужно посмотреть. И вообще я хочу им написать письмо гневное и сказать, как они вообще могли так поступить, потому что новая формула реально не работает. Мало того, что я с ней очень сильно потерю, даже больше, чем обычно, так оно еще и воняет. Еще один косметический продукт, который недавно добил просто мое разбитое сердце, это Makeup Revolution Renaissance Glow. Опять-таки, если вы не впервые на моем канале, вы знаете, насколько сильно я люблю здесь вот эту сторону для контуринга. Потому что именно с этим продуктом получается самый натуральный, самый естественный на вид контуринг. При этом лицо все равно немножко бронзируется, и я вот допользовала до конца свою первую палетку. Потом у меня здесь вот есть еще вторая палетка, то есть у меня их две. И я хотела заказать новую, но я узнала, что Revolution сняли их с производства, то есть теперь не выпускается эта палетка. И я пыталась найти где-то на остатках в интернет-магазинах. Вообще нигде нет этого бронзера. И у меня теперь вопрос. 2019 год, что вообще сговорился против меня? Сколько еще будет снятых с производства и измененных формул моих самых любимых продуктов? Все, хватит на этом. У меня также закончился уход от Диапрос. Я не буду сейчас сильно останавливаться на этом уходе, потому что я на него делала отдельное видео. Я вам оставлю на него ссылку. Если вы хотите прям в подробностях о всем этом услышать, то посмотрите обязательно это видео, потому что уход очень хороший. Единственное, на чем я хочу остановиться. Я недавно делала обзор на крем от Pratian, и сейчас я пользуюсь именно им. И там многие спрашивали, а как же насчет Диапрос, вот какой лучше? Pratian появился в очень удачное для меня время. То есть это разгар зимы, когда кожа наиболее чувствительная, сухая, обезвоженная. И он действительно очень, 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 очень хорошо питает и увлажняет кожу. И за счет неоцинамида он действует таким образом, что если у вас кожа более смуклая, то он ее осветляет. Если кожа светлая, он делает ее как будто ярче. То есть более свежей на вид он ее делает. И мне вот этот эффект очень нравится от этого крема. И в первую очередь Pratian именно для тех, у кого очень сухая, обезвоженная кожа, кому нужно выровнять вот этот баланс влаги и жира, кто постоянно страдает шелушениями, кто постоянно страдает стянутостью кожи. Вот этот крем идеально для вас подойдет. Вот этот не настолько питательный, он все равно питательный. Потому что опять-таки, когда я его выбрала, меня спросили, а вы уверены, что вы хотите это на лето, потому что он питательный? Но что мне очень нравилось конкретно в этом креме и чего нет в Pratian, это вот этого эффекта легкого ботокса. Потому что у меня на лбу есть некоторые мимические морщины, которые с вот этим кремом практически исчезают. То есть, естественно, из-за мимики они будут проявляться, но вот в расслабленном состоянии и с макияжем они практически были незаметны. В то время как Pratian, к сожалению, у него, ну в первую очередь у него не заявлена такая характеристика, поэтому он этого и не делает. Но вот я очень хочу в более жаркое время вернуться назад на диапрос, потому что мне очень этот эффект понравился. И когда у меня закончился этот крем, я решила попробовать от It Cosmetics, Bye Bye Under Eye Eye Cream именно. Ой, блин, я когда посмотрела на сайте состав, я вообще такого длинного состава никогда в жизни не видела вообще никогда ни в каком продукте. Это, знаете, война и мир в косметике, потому что действительно там вообще столько ингредиентов. И этот крем по заявкам разрабатывался вместе с самыми как бы топовыми пластическими хирургами, которые знают толк, в общем-то, в коже, как ее подтягивать, что нужно для тонуса и так далее. Вы знаете, действительно неплохой тоже, опять-таки, питательный крем, но я не могу сказать, что он стоит своих денег. Вот я не могу сказать, что он чем-то лучше значительно, чем, например, тот же диапрос. А диапрос стоит гораздо дешевле. И, кстати, хочу тоже вам рассказать об одном креме, который я тоже добила до конца. И если у вас нет возможности заказывать Корею, либо вы не хотите заморачиваться с этим, и вам нужно что-то такое более доступное, то я вам советую присмотреться к этой линейке от Faberlic. Это новая линейка. Здесь я выбрала омолаживающий крем для лица Lifting. Здесь комплекс из трех пептидов заявлен. И вообще, когда я это увидела на сайте, я подумала, что три пептида в бюджетном креме Faberlic. Ну, как-то все очень сказочно выглядело. Я заглянула на вкладку состав, и вы знаете, состав меня действительно удивил. Там нет ничего магического прям, но это тоже хороший такой вот достойный питательный крем. И, как я и сказала, я его добила до конца. Обычно вот как раз уход от Faberlic меня вообще никак не впечатляет. Я могу там попользоваться, забросить, заменить чем-то другим. А это вот я прям до конца использовала. Конечно, если выбирать, то Корея лучше. И если есть возможность, закажите лучше Корею. Но если вы привыкли заказывать по каталогам, либо вы не хотите заказывать там за границы, то вот это очень неплохой вариант. Еще мне очень сильно понравилась линейка La Nativa. Я оба эти крема использовала до конца. Вообще, тот, который Collagen Recovery Gel, он предполагается для использования с мезороллером. И у меня тоже есть отдельное видео о том, как я использовала мезороллер вместе с этой системой, какие у меня были до и после. Там это все тоже можно посмотреть. Мне понравилось. После того, как я закончила курс с мезороллером, я просто использовала их как дневной крем. И мне они очень нравятся, потому что у них вообще в составе очень высокое содержание бета-глюкана. И это тот компонент, который вот именно омолаживает кожу. То есть ни питание, ни увлажнение, здесь именно все направлено на омоложение клеток. И как мне кажется, эта система мне помогла немного с вот этой вот зоной носогубки. Конечно, естественно, ничего не сделает чудо, если уже есть заломы. Они никуда не денутся, если не сделать какие-то уколы красоты, какие-то подтяжки и так далее. Но мне все-таки кажется, что эта система сработала хорошо, потому что меньше я вижу проявления заломов, особенно с этой стороны вообще практически он незаметный. С этой тоже он стал гораздо лучше. В общем-то, посмотрите мое видео, если вас интересует эта система. Там я очень подробно об этом рассказываю. Также я закончила крем от Benton. И вы знаете, его, наверное, повторять не буду. Вот этот крем, кстати, очень похож на крем от Faberlic. Тоже очень достойный, хороший, но не такой, что прям, вот знаете, мне хочется его повторить, потому что с тех пор, как я попробовала Benton, я нашла и Diapros, я нашла и Pratian. А вот уход, который я закончила, но меня не впечатлил, это уход от Marina Kazarina. Мне эти средства прислали для обзора, и они в обзоре так и не появились, потому что я ими попользовалась, и все абсолютно я использовала до конца. Но как-то, не знаю, я не могу сказать, что эти средства как-то действительно меня поразили, я увидела какую-то разницу. И так, собственно, вы их и не увидели. У меня здесь дневной и ночной крем для комбинированной кожи от 30 до 45 лет. Эта линейка рассчитана. Также у меня есть две сыворотки. Одна с витамином С, вторая с ресвератролом. Ну, как-то я даже затрудняюсь, вот как их правильно описать. Вообще, самое главное, что нужно о них знать, что это натуральный уход, и это те средства, которые настолько натуральны, что их нужно хранить в холодильнике. И срок годности у них очень короткий. По-моему, даже с учетом того, что вы их храните в холодильнике, максимальный срок годности до полугода. То есть, одной сыворотки хватает где-то месяца на три, и если вы купили сразу две, и сначала пользуетесь одной, потом второй, то вторую надо уже стараться добивать очень быстро, потому что может закончиться срок годности. Если вы просто огромный фанат вот такого всего натурального, эко, без консервантов, очень такого бережного, то посмотрите на сайт Марины Казариной, может быть, вам что-то там понравится, что-то вас заинтересует. Но в то же время, мне кажется, Корея все-таки посильнее немного, то есть, она визуальный эффект делает лучше, и вот просто ощущение кожи мне нравится больше. Но это всего лишь мой опыт и только мое мнение. Практически полностью у меня тоже закончилась маска от Ирэн Букур. Это фитомаска, эффект мгновенной красоты, минус семь лет. Почему говорю, что практически? Потому что она у меня засохла, и у нее тоже срок годности после открытия всего-навсего 2 месяца. То есть, ее нужно вообще не жалеть. Только вы ее открываете, буквально там раз в 2-3 дня на себя наносить. Эта маска мне очень понравилась. У меня сейчас есть новая такая, но я ее боюсь открывать. У меня сразу начинается такой бешеный стресс. Я начинаю понимать, что мне срочно нужно это мазать себе на лицо, а вроде бы как не надо, потому что пройти он действительно очень сильно увлажняет и питает кожу. И чтобы у меня не случился перекос в сторону жирности кожи, тоже как бы не хочется сейчас слишком много всего использовать. Поэтому я пока оставила новую, я пока не открывала. Но эта маска реально классная. Причем я у Ирэн Букур пробовала много всего. И как-то, знаете, ну так, не сильно да и впечатлила. Но вот это меня прям реально очень сильно впечатлило. После того, как смываешь эту маску, лицо настолько яркое. Вот действительно абсолютно уходит вот эта вот тусклость. И я причем пользовалась этой маской не только для себя. Я ее сначала на себе попробовала, посмотрела. Мне понравился эффект. Потом ко мне приехала мама. И я такая, мама, надо попробовать эту маску, потому что мне интересно, какой эффект она на ней бы сделала. И вот мы вместе умылись и так... Еще тоже у меня закончилась сыворотка-праймер для губ со вкусом ванили от Анели. Вообще у меня, посмотрите, во что превратилась эта упаковка. Вообще, конечно, опасная такая штука, если вы ее хотите хранить где-то на полочке. Очень много раз она у меня падала и отбивались куски стекла. Для меня это был полноценный уход для губ. То есть это не просто бальзам, который, знаете, я наношу перед тем, как макияж делать. И сейчас, кстати, у меня появилась известная маска от Bite Beauty. Agava Lip Mask. Она как-то так, по-моему, называется. Вот это просто, я не знаю, это такой хардкор. Когда пытаешься нанести эту маску на губы, такое впечатление, что ты долбанный парафин пытаешься размазать, потому что она настолько твердая, настолько тягучая вообще, и настолько она не хочет распределяться по губам, что ты уже просто силой начинаешь это делать. И потом ты ходишь, и такое впечатление, что у тебя какой-то петролиум вообще на губах. Абсолютно неприятное ощущение. Но стоит поспать ночь с этой маской, и на утро ты встаешь, у тебя губы модели Victoria's Secret. Вот не меньше. Она настолько сильно размягчает губы, что даже я со своими губами-сухарями, которым не помогает абсолютно ничего, ни Лукас Папай, ни Кармекс, ни какие-то другие средства, раскрученные на YouTube, вот эта маска реально работает. Эта сыворотка ощущается просто как, не знаю, подсолнечное масло, вот что-то такое. То есть это маслянистая такая текстура, приятное увлажнение, достаточно быстро он, кстати, тоже впитывается, но при этом эффект не настолько серьезный, как вот от Byte Beauty, но в то же время мне очень понравилось пользоваться им как частью ухода. Немножко тоже декоративной косметики вам покажу, которая у меня закончилась. Вот декоративка, кстати, заканчивается у меня гораздо реже, чем уход. Уход прям в последнее время у меня такой, что мне хочется все до последней капли вымазывать, а декоративка, знаете, очень много ее, и редко что-то заканчивается. Но, тем не менее, закончился у меня карандаш Colourpop Brow Boss. Я использую на себе оттенок Dark Brown, и заказала, естественно, я себе новый, когда закончится этот, закажу еще один. В общем-то, мне очень нравится этот карандаш, бюджетный и идеально подходящий мне оттенок. Еще тоже закончилась у меня тушь L'Oreal False Lash X-Fiber. Очень нравится мне тоже эта тушь, и опять-таки я заказала себе новую такую тушь, сейчас вот ей как раз и пользуюсь. То есть, очень нравится для ресниц, таких как у меня, которые не существующие, которые максимум в длину до сантиметра, еще и смотрят вот так вот прямо, это тушь, которая может сделать их заметными. Я не буду вам сейчас рассказывать, что у меня ресницы стали прям до бровей, но, тем не менее, с этой тушью я хотя бы свои ресницы вижу, они появляются где-то на горизонте, ни с одной другой тушью такого эффекта нет. И вот я, кстати, сделала видео с дневными макияжами, там три варианта дневного макияжа, и там я пользовалась вот этой вот тушью во всех. И, в принципе, это такой достойный вариант. Тоже у меня закончилась тушь от Gouche, Lash Sculpting Fiber Mascara. Вот эта тушь мне понравилась, как она выглядит на ресницах, но мне не понравилась, как она выглядит у меня под глазами, потому что она очень сильно осыпается. Еще тоже закончился у меня фиктирующий спрей от Colourpop Embers. Сейчас он не выпускается, сейчас они выпускают вот такой вот спрей All Star. И, кстати, он у меня тоже почти закончился. Здесь вот приблизительно вот так вот. И угадайте, что я сделала. Ну, конечно же, я заказала такой новый. Вот он у меня здесь стоит сейчас на запаске. Я обожаю просто фиксирующий спрей, потому что у меня сухая кожа и пудрой я не пользуюсь, но при этом макияж закреплять как-то надо. Поэтому фиксирующий спрей, это для меня лично идеальный выход. Для волос у меня закончился сухой шампунь от Faberlic. Кстати говоря, очень хороший шампунь. У меня с шампунью очень много сухих, потому что в бьюти-коробочках часто кладут сухой шампунь. Поэтому у меня запасов хватит лет на 20. Но если вам нужен неплохой сухой шампунь и опять-таки что-то такое, что легко заказать, купить, то вот у Faberlic очень даже такой неплохой вариант. Для снятия макияжа закончилось очень много всего. Здесь, по-моему, далеко не все, что я использовала в этих целях. Но из того, что сохранилась, это мицеллярная вода с маслами от Гарнье. Понравилась. И вообще, в принципе, мицеллярная вода Гарнье моя самая любимая, потому что, мне кажется, в категории цена-качество она лучше всего выигрывает. Лореалевская тоже неплохая, но она, по-моему, чуть дороже. Также я очень люблю от Faberlic вот это средство. Это Double Effect. Средство для снятия макияжа с глаз. Он вообще как средство для снятия с глаз. Но вообще, я им снимаю весь макияж. Это двухфазное средство. Как, собственно, и вот это с маслами. И также любимое мое гидрофильное масло закончилось от Avon. Если вы ищете бюджетное, но качественное гидрофильное масло, вот не ищите, просто закажите в Avon, потом не скажете спасибо. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно мне расскажите, какие у вас абсолютные фавориты, вот такие вот, что заканчиваются. И вы обязательно покупаете новую баночку этого средства. Мне интересно будет узнать. Может показаться, что это не так, но на самом деле я очень часто опираюсь на ваши советы. И по вашим советам заказываю очень крутые средства. Поэтому не ленитесь, пишите, рекомендуйте мне, что мне может понравиться и что нравится вам. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь. Вот, и также сейчас YouTube вам предлагает другие видео. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней.